Итак, представьте себе, более 4000 уведомлений о выселении, врученных в Ирландии всего за три месяца. Это целая куча людей, которым сказали собрать вещи и найти новое место, где можно преклонить голову. Совет по аренде жилья или РТБ следит за всем этим арендным хаосом, и даже они выглядят немного встревоженными. Похоже, найти приличное, доступное жилье в Ирландии в наши дни так же сложно, как встретить трезвого лепрекона. Весь этот всплеск выселений заставил всех говорить об этом, от Дублина до Бабов. Люди обеспокоены, и это правильно. Это как пытаться найти парковочное место в Голуэе в субботу вечером. Практически невозможно и верный способ заработать головную боль. Что-то должно измениться, потому что этот жилищный кризис так же желателен, как и выдохшийся Гиннес. Итак, РТБ, будь они неладны, немного покопались. И оказалось, что главный виновник этой волны выселений – это арендодатели, решившие свернуть свою деятельность. Да, похоже, все пытаются заработать деньжат на этом безумном рынке жилья. Нельзя их винить, правда? Это как найти десятку на земле. Вы же поднимете ее, не так ли? Но вот в чем загвоздка. Пока арендодатели считают свои евро, арендаторы остаются на произвол судьбы. И это не просто небольшой дождик, а настоящий ливень страданий для людей, которые и так изо всех сил пытаются сохранить крышу над головой. Этого достаточно, чтобы потянуться за крепким напитком ей-богу. Давайте будем честны, найти приличное жилье в аренду в Ирландии никогда не было прогулкой по парку. Но теперь это как пытаться выиграть в лотерею, катаясь на одноколесном велосипеде по канату. Конкуренция жесткая, цены заоблачные, а варианты столь же привлекательны, как тарелка холодного картофельного пюре. Этого достаточно, чтобы захотеть переехать на Аранские острова и жить в торфяной хижине. А для тех, кто и так живет за чертой бедности, что ж, это настоящая катастрофа. Вот что это такое. Семьи с маленькими детьми, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, пытающиеся свести концы с концами. Вот кто больше всего страдает от этого жилищного кризиса. Это душераздирающе, и пора что-то с этим делать. Реакция правительства. Не хватает пинты для полного сеанса. Что ж, ребята из парламента не сидели сложа руки. Они пытались потушить пожар, так сказать, водяным пистолетом. Они немного расширили права арендаторов, ограничили рост арендной платы в некоторых районах и даже пообещали построить больше социального жилья. Но давайте будем честны, чтобы исправить этот беспорядок, потребуется нечто большее, чем несколько грандиозных жестов. Это как пытаться вычерпать воду из Титаника чайной чашкой. Нам нужны решительные действия, и они нужны нам сейчас. Правительству нужно собраться с духом и придумать нормальный план. Иначе мы все будем спать на стадионе Кроук-парк. Что дальше? Потенциальные решения. Выбираемся из жилищного похмелья. Итак, спросите вы, каково же решение этой жилищной головной боли? Что ж, если бы у меня была волшебная палочка, я бы в одночасье сотворил тысячи доступных домов. Но, увы, у меня закончилась волшебная пыль. Однако есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы облегчить боль. Во-первых, нам нужно строить больше домов и быстро. И не просто домов, заметьте, а доступных, в которых обычные люди действительно смогут позволить себе жить. Нам также нужно проявить творческий подход и рассмотреть другие модели жилья, такие как аренда по себестоимости и кооперативы. И ради бога давайте положим конец всем этим спекуляциям с недвижимостью, которые взвинчивают цены и делают невозможным для тех, кто покупает жилье впервые, вступить на эту лестницу. Послушайте, я не политик, но даже я вижу, что этот жилищный кризис – настоящий бардак. Нашим лидерам пора взять быка за рога и найти реальные решения. От этого зависит будущее Ирландии. А теперь прошу меня извинить. У меня свидание с Пинтой Гиннеса и пачкой чипсов Тайто. Ваше здоровье. И не забудьте поставить лайк и подписаться.